Здравствуйте, Александр Михайлович, заранее спасибо за ваш труд. Вы часто говорите о наборе позы маркетнекерам за счет сбора стопов. Вопрос, почему же маркетнекер не может набрать позу с рынка, как он делают остальные трейдеры, например, мне же дают позу без всяких стопов. Первое, вы даже понимаете одну вещь, Армен, когда круглому игроку нужно набрать позу, он ее может набирать за счет кого-то, потому что у него очень большие объемы. Если он пойдет на рынок и будет в открытую набирать, кстати, это первая глава моей книжки «Покупай, продавай, зарабатывай», в которой я как раз и описал именно это значение по поводу, как понимать, что это базар. Когда на рынке все в открытую, и есть один большой покупатель, его будут форсировать для того, чтобы он покупал по рынку. Поэтому крупные игроки стараются не покупать по рынку, не покупать по рынку по одной простой причине, по той причине, потому что они будут разгонять рынок и все будут форсировать для того, чтобы они понимали цену вверх. Вот это будет основная проблема, поэтому, когда вы видите крупного игрока, крупный игрок будет набирать где-то возле средних. То есть крупный игрок будет набирать либо возле какого-то очень сильного уровня, либо по простому в какой-то очень узкой консолидации, но он не даст инструменту уйти вверх до тех пор, пока он ее не наберет. «Может ли крупный игрок покупать и продавать какой-то актив от себя к себе после набранной нужной позиции, двигая цену в нужное направление во время отсутствия или нехватки динамичных покупателей и продавцов?» Если бы вы смотрели мое видео, то вы бы получили ответ на этот вопрос. Я всегда говорю, что крупный игрок, который владеет крупной суммой денег, может сделать все что угодно. Он может покупать, может продавать, может шортить, может выходить. Он делает все что угодно. Когда ему надо набрать крупную позу, он может с ней делать все абсолютно, что он хочет. То есть в какой-то момент он, даже если он шортовый игрок, он может в какой-то момент быть немножко лонговым. То есть если он спекульп, он с инструментом может делать все что угодно. Крупные участники рынка могут повышать цену сколько угодно, соответственно, понижать до нуля. Вопросы такие. Но они не могут до нуля понижать. Объясню почему. Потому что бывают такие ситуации, как в компании Herbalife когда-то было, да, когда в ней столкнулись два очень крупных игрока. Это Джордж Сорос и Билл Акман. И Сорос просто разорвал Акмана в позиции. Поэтому если они не идут за крупняком, их могут тоже побить. Притом очень прилично. И Карл Акман, вернее Билл Акман потерял в свое время на акции VRX четыре с половиной миллиарда долларов. Четыре с половиной миллиарда. Поэтому не надо думать, что эти ребята абсолютно безнаказанные и могут делать все, что хотят. Здравствуйте, Александр Михайлович, спасибо за уровни и мышление к точкам входа. У меня есть желание стать маркетмейкером, где больше взять информации. Слышал это слово, вроде все понимает, но как это сделать не понимаю. Принцип можете объяснить в двух словах. Это, конечно, героический вопрос. На самом деле, представляете, человек хочет стать маркетмейкером. То есть, я хочу стать шахтером, но я ничего об этой работе не знаю. Приблизительно так. Сразу предупреждаю, ваши шансы равны не просто нулю, а ваши шансы отрицательное математическое ожидание имеет. Потому что для того, чтобы быть маркетмейкером, нужно как минимум иметь огромное количество лицензий определенных, а как максимум иметь огромное количество денег. Потому что маркетмейкер обязан поддерживать определенные котировки. и поэтому, если вы не будете владеть и обладать огромной суммой денег, в прямом смысле огромной суммы денег, если вы говорите о американском рынке, то это десятки миллионов долларов, даже не миллионы, а десятки миллионов долларов. то, может быть, тогда у вас будут какие-то шансы для того, чтобы стать маркетмейкером. Читать негде, потому что для того, чтобы быть маркетмейкером, я вижу, что вы на связи, для того, чтобы быть маркетмейкером, нужно как минимум получить все американские лицензии. Я вам сразу говорю, ваши шансы равны нулю. Мой совет один, даже не тратя на это время, потому что вы полезете хрен знает куда. Ну, я не знаю, вы о крипте или не о крипте, неважно. Даже на криптовалюте все равно нужны обязательно крупные суммы денег. Про маркетмейкеров мало что написано. Я думаю, что если вы ничего не слышали о них, то он, наверное, лет десять надо для того, чтобы понять, что это такое. Честно говорю. Поясните, пожалуйста, на свое выражение крупняк разгоняет, что он означает водавливает, кто набирает или ускоряет движения в нужный ему в сторону. И то, и то, и то. Что делает крупный игрок? Сначала крупному игроку нужно набрать позу. Для того, чтобы крупный игрок набрал позу, он пытается разогнать инструмент. Если инструмент будет стоять на одном месте, то крупный игрок никогда позу не получит потому, что ему никто не отдаст. И он будет стараться вести вот так вот инструмент вверх-вниз. Это то, что он будет пытаться делать. Когда он будет пытаться вот это наделать, он попытается по-простому разогнать инструмент для того, чтобы забрать себе позу. После того, как он наберет себе большую позу, он будет разгонять позицию. Для чего? Он будет посылать рыночные ордера для того, чтобы инструмент дальше летел вверх. Если инструмент дальше будет лететь вверх, это называется, что он разогнал позицию. «Добрый день! Вы говорите о ложном пробое, уровне крупных верхов, как инструменте для добирания нужной позиции». Ну, это не инструмент, а действие. Хотелось бы понять, как он меня понимает, что можно сдержать цену в своих интересах, делая LP, а не принесут по рынку. Он же видит объемы. Не просто так, он видит, какие объемы на уровнях стоят, какие объемы, когда рынок пробивается, он все видит. Крупный игрок набрал большую позу, вышла новость или поменялся фундаментал по инструменту, и инструмент улетел в противоположную сторону крупного игрока. Что будет делать крупный игрок крыться или продолжать стоять? Он будет усредняться. Обычно, если инструмент идет против крупного игрока, то крупный игрок будет усредняться, потому что, в принципе, крупный игрок имеет один большой плюс по отношению к нам. Когда крупный игрок берет большие позиции, он понимает, что там какая-то даже разовая новость, она не может на него очень сильно повлиять. Когда я работал в трейдинговой фирме и общался со специалистами, да, то есть у нас внизу была Нью-Йоркская фондовая биржа, когда я общался со специалистами, я понимал одну вещь, что у специалиста, если вдруг инструмент идет против него, он знает поток ордеров, и он благодаря этому потоку ордеров будет сидеть в позиции и будет, естественно, усредняться, даже если это идет против себя. Здравствуйте, Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, возможно ли при торговле внутри дня как-то понять, когда акция уперлась, например, в уровень поддержки, это крупняк продает и не желает продавать дешевле, или он покупает, потом развернует цену вверх? Это вопрос, на который я отвечал миллион раз, но вопрос хороший, я на него отвечу. Не надо понять и не надо понимать, из чего сделана пластиковая бутылка, не надо понимать, из чего сделан приклад автомат. Что это значит? Все, что вы делаете, вы смотрите реакцию инструмента на то или иное движение. Например, кто сегодня смотрел евро, да, я сказал, что евро два дня назад, что евро пойдет вниз. У него был уровень, насколько я помню, 1.0938. И сегодня евро развернулось именно от этого уровня. Я не знаю, кто там сидел. Большой покупатель или большой продавец. Я смотрю, как цена ведет. То есть на каких барах мы подходим, медленно или быстро, как мы останавливаемся, что там происходит. Но я не пытаюсь понять, что происходит. Например, если я пытаюсь понять, что сидит крупный игрок, только если я понимаю картинку. Но мой совет один. Не пытайтесь вдаваться прямо в такие детализированные подробности, что прямо происходит. Иначе рынок вас будет бить. Чем больше вы будете знать, тем меньше вы будете зарабатывать. Это уже доказанный факт. Как определять, когда большой игрок начинает фиксировать прибыль? Первое. Если инструмент подходит к очень сильным уровням и останавливается. Либо, когда идут большие паранормальные бары. То есть практически всегда большие паранормальные бары возле сильных уровней. Это показывает то, что инструмент уже начинает останавливаться, и крупный игрок начинает фиксировать прибыль. Так. Здравствуйте, Александр Михайлович. Вы говорите, что из огромного количества бумаг на американском рынке получается небольшое количество бумаг, которые подойдут в нужный сценарий. Вопрос крупных игроков, которых можно следить непредостаточно мало. Окей. Отвечаю на этот вопрос. Ну, сама постановка вопроса, сама постановка вопроса, она не совсем правильная. Объясню почему. Это тоже зависит от конъюнктуры рынка. Например, когда рынок в движении, будет огромное количество на домашке акций, да. Например, вот я на семинаре всегда торгую со своими студентами. Последний день семинара – это реальные торги. Есть дни, когда 15 заявок будет, одни есть дни, когда будет 60. Нельзя сказать, что не будет заявок. А иногда и не надо. Да, супер большая диверсификация, она не всегда хороша. Поэтому каждый день домашка абсолютно разная и она зависит от рынка. Может быть густо, а может быть пусто. Как понять, что крупный игрок уже набрал позу и готов к движению? Первое. Такое количество видео уже есть, я рассказывал. И второе, самое главное, когда крупный игрок уже добрал крупную позицию, он начинает инструмент ввести к каким-то очень сильным уровням. Правда ли, что большие игроки, банки, всякие институциональные клиенты устанавливают свои ордера, создавая уровни на будущее, то есть уровень, который мы торгуем сегодня будет спроектирован за месяц и за год? Нет. Крупные игроки пытаются защитить свои позиции или построить новые. Поэтому на год они точно не выстраивают. Это, в основном, практически всегда лимитные ордера, которые появляются, если крупный игрок хочет защитить свою собственную позицию. Поэтому нет, они не пытаются выстроить какие-то уровни заранее. Они работают, вы же не забывайте, что крупный игрок, потому что ему, когда нужна помощь, он должен иметь огромное количество людей, которые будут ему помогать. Поэтому он не будет практически всегда стоять против толпы. То есть бывает такое, что толпа очень много продает, и он просто столько не выдержит. Например, особенно, когда акции, которые плохие новости или которые падают. Поэтому, дорогие друзья, не надо думать, что там всемогущие сидят. Они работают в флоун. Что такое флоун? Это поток ордеров. То есть они смотрят, куда идет поток ордеров, в какую сторону идет поток ордеров. И с этим потоком ордеров они работают. Здравствуйте. Несколько вопросов о крупногие игроки, которые не смогут найти ваших ответов в прошлых передачах. Скажу сразу, я видел ваши вопросы, вы плохо смотрели или не смотрели вообще. Работает ли крупный игрок внутри дня, то есть на мелком таймфрейме? Ответ однозначно да. Ответ однозначно да. Под крупными игроками поднимается тот игрок, который может создать и поддерживать локальный тренд внутри дня. Ответ однозначно да. Крупный игрок естественно и на коротких таймфреймах и на локальных каких-то уровнях собирает позицию. Про торговку внутри дня можно сделать только крупные группы. Практически всегда да. И вы должны понять иную вещь, что обычный инструмент толкает один или два крупных игрока, либо какие-то очень сильные покупатели, которые покупают инструмент. Но инструмент может идти вверх только на объеме. Вопрос такой, вы говорите, что крупный покупатель или продавец защищает уровень. Один, два или три дня, к примеру, как он его защищает, например, ночью. Он что, вообще не спит? Или может американец, он торгует в американскую сессию. Как он будет защищать свой уровень в азиатскую сессию? Во-первых. Первое. Защищаются все уровни. И не то, что защищаются. Они не защищают. Они покупают или продают. И все уровни, которые строятся, строятся лимитными игроками. Дальше. Если вы говорите, например, о Форексе, то там просто выставляются большие лимитные заявки. Все прекрасно понимают, что лимитные заявки в период каких-то сессий ночных они не будут совершаться, по одной простой причине, потому что у маленьких игроков они спят, и сессии закрыты, и никто не будет торговать. Если вы торгуете американский рынок, то там все понятно вообще. Там есть торговая сессия, которая работает с 9.30 до 16. То есть это абсолютно другая игра. Поэтому крупный покупатель или продавец, он строит уровни, свои лимитные уровни большими заявками. Спасибо вам. Помогло понять некоторую ситуацию на графике. Вопрос. Допустим, в инструменте есть крупный продавец, который продает и двигает цену вниз, так что все хайи все ниже и ниже. Каждый следующий ниже предыдущего. Стоит ли ожидать в таком случае обновление хая предыдущего для входа после LP или можно также упрождать все движение? Ну, в теории, конечно, да, если это соответствует вашему стилю торговли. Но обычно, если появляется продавец, крайне редко, что он даст возможность инструменту пойти в ложный пробой. Вы должны понимать, что инструмент пойдет в ложный пробой, то есть пойдет вверх только при условии, если у крупняка недостаточно набранная поза. Потому что если он его начнет загонять в волговую зону, то получается, что все лонгисты могут заходить, и ему будет очень тяжело потом разворачивать инструмент в шорт. Поэтому, скорее всего, скорее всего, обычно если инструмент действительно нацелится вниз, шансы его, что он пойдет и сделает чуть-чуть выше ложный пробой, очень маленькие. Они есть, но они очень маленькие. Здравствуйте, вот такой вопрос к вам. Август месяц, дохлый месяц на всех американских биржах. Если да, то почему-то получается. Неужели крупняк не работает? Ответ – нет. Я тоже раньше думал, как вы. У меня несколько раз август был лучший месяц. По-моему, 2001 или 2002 год. Август был моим лучшим месяцем. Я не привязываюсь никогда к августу. Но вы должны понимать, что очень большое количество игроков просто тоже отдыхают и уезжают. Но это нельзя сказать, что они ничего не делают. Прямо уехали в август и свои позиции не проверяют. Поэтому не надо цепляться к августу или там в пятницу или к понедельнику. Есть рабочие дни, есть рабочие месяца и все. Если надо уезжать в отпуск, надо уезжать в отпуск. Я в августе всегда уезжаю в отпуск и позиции стараюсь не открывать, потому что мой отпуск будет нарушен. Либо работать, либо отдыхать. Здравствуйте, Александр Михайлович. Спасибо, что ответили на мой вопрос в предыдущем выпуске. Видите, у меня еще один вопрос. Вы часто в вашем видео говорите о крупных игроках. Вы упомянули в одном из ваших видео, что иногда пугаете трейдера. Ну не пугаю, а пугаю. Большими заявками, оперировав большим депозитом. Когда трейдер становится крупным игроком в определенном инструменте. Например, валютной паре или акции в 50 долларов или акции в 200. Каким капиталом сделки нужно оперировать, чтобы можно было сдвинуть цену в моменте и на каких рыночных ситуациях это возможно. Например, развернуть тренд, создав бычье поглощение, либо толкнуться от уровня спокойно. Ну скажу честно, что на дневке надо быть очень крупным игроком, что такое сделать. Внутри дня, если вы в принципе можете унижать 20% внутридневного объема, вы уже что-то можете сделать. То есть вы будете более-менее, ну таким, ну крупным игроком. То есть вся акция торгуется там 200 тысяч акций, а у вас есть 40-50 тысяч акций, то есть умножить на долларовый эквивалент цены инструмента. Это достаточно для того, чтобы какой-то локальный тренд внутри развернуть. Но вы не забывайте, надо очень сильно бояться. Потому что если придет крупный игрок, у вас у меня один раз была такая ситуация, я потерял 20 тысяч долларов просто как с куста за 2 секунды. Просто меня разобрали как продавца, появился большой покупатель, он улетел, я потерял, у меня 10 тысяч акций было, я потерял 20 тысяч долларов. Доброе время Александр Михайлович, как будет вести себя крупный игрок, если мы все станем умными и не будем попадать в ловушки при ложном пробое, что ему придется претензовать в таком случае, чтобы набрать позицию? Ну даже если вы 200 раз будете все умные, он все равно может сделать чуть-чуть выше скоп и вы все равно повыходите. Да? То есть элементарно, любая заявка крупная, маркетная, рыночная заявка, будем говорить, она вас по-любому несет. Поэтому как бы постоянно, вот даже многие пытаются робота вписать, всегда находится гораздо более крупный робот, с более-более крупной компанией, которая по-простому вас тупо унесет. На что ориентируется крупняк, когда входит в сделку на фундаментал или теханализ? Может ли крупняк торговать только по теханализу? Конечно, может. Фундаментал в основном, вы не забывайте, самые большие позиции, естественно, всегда делаются на фундаментале, не на теханализ. То есть когда крупный игрок, там, если национальный клиент, клиент заходит в сделку, они обязательно изучают фундаментал. Обязательно. Их задача, их задача обязательно понимать, что будет происходить в акциях. То есть какие квартальные отчеты и все остальное. Поэтому они обязательно будут в фундаментал. Торгуете ли вы такими объемами, чтобы использовать механизмы, которые использует крупный игрок? То есть набор позиций в канале, высаживание пассажиров, не пускать цену ниже или выше уровня и т.д. относительно более мелких игроков. Были ли случаи, когда более крупный игрок забирал вашу позу? Я не торгую как крупный игрок, потому что я не могу себя считать крупным игроком. Я не набираю большие позы. Я набираю позы, если я вижу, что крупняк набирает. Пытаюсь ли я бодаться с крупняком? Ответ – нет. Считаю ли я себя крупным игроком? Ответ – нет. Я лучше распределю свой депозит на энное количество сделок, для того, чтобы по-простому, когда я захожу в сделку, я крупняку по-простому не мешал. Поэтому ответ один. Я не торгую как крупный игрок. Я не набираю в канале. Я работаю только от сильных уровней и набираю позу разовую. Я не докупаюсь и не допродаюсь. Моя позиция всегда практически идеальна в точке входа. Крупный игрок ведет манипуляции во внутренней торговле или только на крупных тайфреймах. Ответ – и так, и так. Если крупному игроку нужно собрать позу, он может возить инструмент, как он хочет. Расскажите, пожалуйста, про крупного игрока на рынке Форекс. Только ли ложный пробой является следом крупного игрока? И есть ли какие-то формации для определения поведения крупника? Огромное спасибо вам за ответы крепкого здоровья. Ксюша Потокина. Ксюша, и вам спасибо. Смотрите, не имеет значения, где вообще есть крупный игрок. То есть, крупный игрок, он есть крупный игрок. Что на рынке Форекс, что на рынке акций, что на фьючерсов. Крупный игрок – это тот человек, который в данный момент, ну, должен собрать или ему нужно собрать какую-то позицию. Просто ложный пробой – это самое легко объяснимое, потому что оно самое заметное и его легче всего увидеть. Именно по крупнику, когда крупняк пытается собирать позицию, вот такая, как ситуация была недавно по евро, то, по сути дела, он не может не загнать инструмент в какую-то точку для того, чтобы собрать себе позу. Формация поведения крупняка, естественно, не только ложный пробой, но и очень крупный, лимитный уровень. То есть, если инструмент стоит на лимитном уровне, сейчас я вам покажу, я как раз буквально недавно сделал несколько картинок. Сейчас я вам покажу. Просто, чтобы вы понимали, вы всё поймёте Ксюша Потокина. Вот смотрите, очень интересная картинка. Это реальная картинка реального графика. Можете посмотреть – SGRY. Ещё самое интересное, самое парадоксальное, что это недельный график, недельный график. В данной ситуации это и был крупный игрок. Можете себе представить, какое количество здесь акций было, посмотрите, в среднем там полтора миллиона. То есть, человек скупал возле уровня постоянно какие-то большие позиции. Это и есть наличие крупного лимитного игрока. Если вы посмотрите, как я сказал, можете посмотреть на эту акцию. Копейка в копейку просто. Пять касаний идеальные. По 13.58. Раз, два, три, четыре, пять. Пять точек в одну и ту же копейку на недельном графике. Это и есть тоже наличие крупного игрока, который в данной ситуации видно, что он набирает лимитную позицию. Почему в данной ситуации крупный игрок стоял и набирал лимитную позицию, а не делал ложный пробой или ещё что-то? Скорее всего, он пытается защитить позицию, которая у него есть. Потому что если бы он пробил вот этот очень сильный важный уровень, видите, уровень до этого был, то его бы свозили сюда в 12 долларов. И скорее всего, он не смог бы удержать тот объём продаж, который поступил на рынок. Вы должны понимать одну вещь, что крупный игрок крупному игроку рознь. И у человека есть определённые потребности. Например, если ему надо набрать там три миллиона акций, а он рисует картинку и на рынке начинается продажа ещё экстра там на миллион или на экстра полтора, ему эта позиция скорее всего не нужна. Поэтому он будет защищать в какой-то момент по простому свою позу. Поэтому в данной ситуации, когда вы увидели, что лимитный игрок стоит на недельном графике и копейка в копейку поддерживает уровень для того, чтобы собрать лимитную позицию, это и есть наличие крупного лимитного игрока. Поэтому ложный пробой, лимитный уровень – это те варианты, когда крупняк набирает позу. И не забывайте одну вещь очень важную, что все самые сильные движения на рынке начинаются и заканчиваются ложным пробой. Вопрос такой. В трейдинге очень давно. Вы динозавр. Только положительное мнение. Спасибо. Как сильно изменилось мышление толпы в торговле? Что остаётся неизменность? Что общего в движениях толпы остались и крупных игроков? Богдан, великолепный вопрос. Скажу честно, я могу ответить одним словом. Ничего. Абсолютно. Крупные игроки, которые оставляют свой след на рынке, они абсолютно будут оставлять свой след и через сейчас, и через пять лет, и через десять лет. Когда крупняку нужно набрать свою позу, не такое большое количество вариантов, которые он может собирать позу. Недавно на моём последнем семинаре мы открыли стиль торговли, которым я торговал в девяносто девятом году, тире двухтысячном году, шестнадцать лет назад. Мы брали мгновенные уровни и торговали простые пробои. И вы знаете, вот то, что работало шестнадцать лет назад, абсолютно так же отработало. Может немножко математика другая. Там рынок чуть-чуть меньше трендовый стал. Раньше, например, там рынок мог пятнадцать дней, двадцать дней ходить в одну сторону, потом он стал ходить там десять дней, потом семь, потом шесть, но не имеет значения. Ничего на рынке не изменилось. Иногда бывает, что движение становится либо короче, либо быстрее. Но на самом деле структура рынка не поменялась. В этом-то и большой плюс. Почему? Просто смотрите наши вебинары и вы увидите, что те же уровни, которые я провожу, они всегда отрабатывают, не имеют значения, это было пятнадцать лет назад или это сейчас. Уровни работают. Покупатель, продавец оставляет свой след. Ложный пробой как был, так и есть. Пробой надо понимать, потому что надо очень хорошо понимать уровни. Поэтому, Богдан, могу вас обрадовать. Ничего не изменилось. Немножко, конечно, структура рынка меняется. Бывает чуть-чуть, чересчур быстрое движение. Да, многие говорят, вот нашествие роботов. Но роботы работают в основном на мелких таймфреймах. В основном это HFT, то есть высокочастотники. И если вы торгуете, например, на часовиках, то вам высокочастотники абсолютно по барабану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА